всем доброе утро у нас суббота добро пожаловать в новый блок я поняла что сейчас пока я буду устанавливать камеру меня все сгорит поэтому просто поставила рядышком чтобы вы меня слышали чуть-чуть видели что я тут творю у меня порыт фантазии с утра суббота дети дома их надо накормить еще не умывалась не хотят кушать что я придумала такой полет фантазии потушила капусточку мало-мало и теперь делаю какие-то лепешки с капустой первый раз в жизни вот одна лепешка готова посмотрите мне кажется это вкусно что у меня в тесте у меня в тесте 4 яйца меня в тесте соевого соуса маленькая одноразовая упаковочка из ресторана еще там соль сахар и еще там у меня мука как будто это блин все-таки у меня и ее страсти на заднем плане разгораются и водичка там еще у меня в общем как блин как блин что случилось собачек нельзя на железную дорогу раздавит поезд убирай вика так смотрите а тут у меня зашел вчерашний ужин это были вермишель к вот так накидала и такие две лепешки будут эти лепешки не очень держат у меня форму то есть они могут разорваться когда мы их возьмем они тоненькие вот такие тоненькие но я верю они очень вкусные вот тепленькие сейчас будем и кушать детки там один строит дорогу другая туда собачек подкидывает и мешает ему поэтому еще нужно разруливать вы можете импровизировать как угодно лишь бы только тесто не рвалось у вас то есть яичек побольше это похоже немножко на омлет я бы сказала только с мукой похоже на блины но это лепешки лепешки с капустой а там еще есть лепешки с вермишелью сейчас посмотрим сегодня суббота и мы идем первый раз данечкой бассейн мы попробовали тогда очень дорогой бассейн в течение месяца 1300 за полчаса занятий в воде после этого у нас еще нет после этого не правильно сказал еще у нас есть вариант бассейн в садике который скоро начнется но по прошлому году мы знаем что он не принес должного результата к сожалению и сегодня мы идем в поликлинику обычная поликлиника ценник достаточно приемлемый 20 минут зал и 30 минут вода между этим душ группа мальчики девочки 10 человек по списку на самом деле пока что их меньше и все это стоит что-то в районе 600 рублей за занятие я не помню а фишка в чем что нужно оплатить сразу полгода вот за полгода занятий за раз в неделю что-то 7040 рублей вот я уже оплатила в сентябре но мы проболели эту субботу и сегодня суббота мы идем первый раз на все к чему вика заболела у меня сопли и кашля и я готовлюсь так как будто у меня выход в свет в ресторан видите голову отдельно помыла это не то что на бегу моешься чтобы быть чистой а утром отдельно мыть голову это нечто другое поймет только то только маленькие дети или были недавно поэтому мы едем с данечкой это облегченный вариант никто не будет ссориться драться обижаться соревноваться просто будет отдых я надеюсь а вика остается с темой смотреть мультики вот не знаю пустят ли меня в бассейн сказали можно первый раз пойти в раздевалку с ребенком раздевалка для мальчиков отдельно для девочек отдельно вот 25 раз переоделись мы готовы до так вот столько у нас вещей целая куча три рюкзака что вы думаете мы забыли взять в бассейн угадайте полотенца еще резиновые тапочки у нас просто нету поэтому мы с вами бежим быстренько еще и в детский мир а а Ну, в общем, я наивно предполагала, что, как мне сказала администратор, отдаёте ребёнка на час 15 и уходите. Нет, раздевалка в одном месте, я вам показала, потом коридор с поворотом. И это раздевалка для гимнастики. Смотрите, как рысь. Сделали 20 минут гимнастику, потом идём по коридору, потом заходим в раздевалку, в душевую для мальчиков, принимаем душ. Кран горячий, холодный, без термостата. Вот, у меня избалованные дети, не умеют такое настраивать. Значит, быстро-быстро много мальчиков должны были помыться и переодеться. Ну, в общем, никуда мне не уйти. И вот, понять, когда полотенце, когда халат, в общем, в моём зря мы взяли и халат огромный, полотенце, а халат не пригодился. Прямо из душа дверь сразу же в бассейн. Очень тепло. Детей 11 человек из 12 возможных. А в будние дни поменьше гораздо. Так что никуда мне не уйти. Вообще выскочила с этим полотенцем, боялась, что там время занимает. Такая строгая, тренер. Всё по-советски. Выглядит ой-ой-ой как. Свисток громко-громко. Всё это в кафеле эхо. Я думаю, Даня там подскочил просто в этом бассейне от этого свистка. Кто-то не слушался уже в первую минуту. Ей пришлось посвистеть хорошенько. Хоть из окошка погуляю с вами. Пошуршу листиками. Ну что? Кошные пены. Пенку надо пить, и не жди, чтобы она исчезла. Пей пенку. Ну и сироп тоже пей. Всё вместе пей. Так. У нас нет обеда, поэтому мы зашли, взяли на вынос 50% спидка. Гавайская пицца. Сколько она у меня получилась? Что-то типа 350 рублей. Очень клёвое. Не все любят с ананасами, но мы любим. Но мы не смогли уйти без салата «Цезарь». Получилось всё вместе 543 рубля. Но она того стоит. Салат огромный. А то я их не люблю. Ананасы не любишь? Нет. А я люблю. Даня, тебе понравился бассейн? Это хорошо. При добавлении своих помидорок и растительного масла салат «Цезарь» из пиццы «Хат» очень даже становится приличным. Хрустит. Хрустит. Греночки у деток. Зачем тут греночки, не знаю. Всё, все довольны? Пицца уничтожена. Быстро, как мы, да? Так, идём на помойку. Сейчас посмотрим. Так, мы идём на помойку и выгулять Викторию Марселевну. Правда? Чтоб они не сидели дома. А солнце плюс 14 градусов. Что случилось? Да, Аня, Маня. Давай, рассказывай про кафе. Всё в цветочках. Во, во. Даже во. И во, во, во. Всё в цветочках. И даже во. И даже кафе. А что у тебя в кафе есть ещё? У меня в кафе. У тебя кого там кормят? И курочек, и кошечек? Нет. А где вход? Вот это вход? Да. А когда входы... Коров кормят? Вика спрашивает. Извини, но нет, Вика. Я хочу. Да. Коров кормят. Может подвинусь как-то совсем тесно у вас. Вика, она не умеет прыгать. Миша, твоё кафе можно снимать? Можно. Вот что. Давай, рассказывай. Мигалки у тебя есть в кафе, я вижу. Да, это чтобы если кто-то украдёт что-то, это запищит. А, воротики, я поняла. О, вообще-то такая верхушка крутая. О, ещё вергам. И реклама есть такая. Реклама. Есть дефедика. У меня есть красный класс. Это обозначает... У меня светка даже есть. У меня... У меня есть знак с автобусом. Миша, у тебя есть дефедика. Супер, Даня, молодец. А эта труба зачем? Это подзарядочная станция кафе. Это же миксер. О, с кастрюлькой. Откуда миксер-то с кастрюлькой? Из кафе. Но было не такое кафе совсем. Вика, у них кафе. Во! Все молодцы. И уже времени 8.50. Почти 9 вечера, Вика. Ты у нас как будто бы болеешь. Пора спать. Да, сопли кушаешь, да, язычком. Вкусно? Не вкусно? А ты раньше говорила вкусно. Давайте спать. Что там у тебя уже? Новое что-то? Да, у меня такая машина. Ага. Строительная. А тут перекрытая зона, потому что тут почему-то мусорная зона. И это все надо... Какой-то бесконечный день у нас. Мы еще были в колхозе. Я купила рыбы. Необычный, кстати, могу показать. Вот это все-все-все убрать. Да, Аня, Вика? Иначе вы сами наступите, и я наступлю еще. Вообще надо сразу поднимать, когда падает. Давайте. Вика, Даня, собираем. Вот Вика как зевает уже. Так. Хлеб-булку мы заказали сегодня в самокате. В рыбном отделе, в магазине колхоз. Я пыталась купить всего полезного. Скумбрия холодного копчения. Одна рыбка. 182 рубля. Суповой набор форель. 192 рубля. Сколько за килограмм. Рыба ментай замороженная. 375 килограмм упаковка. Рыба вобер. Холодного копчения. 58 рублей. Три рыбки. Это для меня все какие-то супер необычные покупки. Мой холодильник напоминает нечто необычное. Вот эта рыбка вобер. В жизни такого не ела. Попробовала ничего так. Только чистить ее очень долго. Она очень маленькая. Тоненькая. Вот такая рыбешка. В общем, откуда такая взялась? Почитала. Это вообще просто 22 грамма белка на 100 грамм. Очень полезно. Вот он. Суповой набор из форели. А филиминтая выглядит вот так. А зря я его так положила. Не знаю. Упаковка филиминтая. Рыбу мы не едим. Но что-то я зашла и прям все сразу купила. А вот она скумбрия лежит несчастная. Скумбрию понимаю, как есть. Потому что она копченая. Еще купила вареньку. Но покажу в следующих днях. И пироженку завтра покажу тоже. Какой матрас? Половая тряпка, твой матрас. Просто потрясающе. Так. Я, наверное, сейчас буду варить уху. Потому что завтра мне некогда. Будет боюсь, что испортится это головище. Вот. А завтра у нас такое воскресенье мы себе напридумывали. Супер насыщенное. Даже страшно, какое у меня будет воскресенье. Вот. Очень будет хорошее воскресенье. Наш ужин продолжался у нас капустный день. С капустой лучше всего капусты. Еще я заказала два лимончика в самокате. Они обошлись в 100 рублей. Наши лепешки из капусты тоже недоедены. На завтрак сойдут. Ну, собственно, вот. Я уже тут все прибралась. Все такая молодец. Два килограмма слив купили огроменных. Ну, я считаю, что это фрукт сезонный нашего региона. Поэтому это полезно. Дети опять чешутся после граната, дыни. Не знаю, после чего. Опять чешутся. Им опять ничего нельзя. Ну что, на этом всех люблю. Всех целую. Пока-пока. Как прошли ваши выходные, как прошла ваша суббота, пишите в комментариях. До завтра.